Закон о проект о бюджете на следующий год должен быть рассмотрен депутатами в первом чтении 13 ноября. Однако обсуждение всех, связанных с этим вопросом, стартует гораздо раньше, еще в начале месяца. Авторы планируют уже 4 декабря, при условии одобрения его во втором и третьем чтении, направить проект бюджета в Совет Федерации и президенту страны. Главный финансовый документ страны на 2016 год занимает почти 8 тысяч страниц. Однако из главных отличий от прошлых в том, что он верстается только на один год, а не на три, как раньше. Основной смысл такого решения – минимизировать риск ошибок при планировании, говорил ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. По его словам, переход к однолетнему бюджету позволит более продуманно подходить к принятию всех финансовых обязательств государства, в том числе социального характера. С точки зрения вообще развития страны, конечно, надо говорить не только о пятилетнем бюджете. Надо говорить о ближайшем развитии на 30 лет. К сожалению, сегодня мы это не можем. Здесь не в персональных речи, а речь в нашей экономике. Она настолько у нас не десертифицирована и настолько она у нас сырьевая, что мы можем де-факто пока жить только по ситуации.